Антон Павлович Чехов. Юмористические рассказы. Перед свадьбой. В четверг на прошлой неделе девица подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой калейшеского регистратора Назарьева. Сговор сошелся как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки. Барышни выпили бутылку лафита. Папаша и мамаша жениха. Невесты плакали вовремя. Жених и невеста целовались охотно. Гимназист восьмого класса произнес тост со словами «О темпора о морес» и «Салвете бони футури каньюгис» произнес шиком. Рыжий Ванька Смысловалов в ожидании вынутия жребия, ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в самый раз ударился в страшный трагизм. Взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул «Черт возьми, я любил ее и люблю ее», чем и доставил невыразимое удовольствие девицам. Девица подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная. Нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепиане умеет, но без нот. Мамашина кухня помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может. В уразумении буква Г видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин имя Роланд. Господин Назарьев, мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалование получает щедушное, едва на табак хватающее. Вечно пахнет яичным мылом и волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется, когда говорит брызжет. Фронтит на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей, как вы наивны, вы бы читали литературу. Любит больше всего на свете свой почерк, журнал развлечения и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя. И в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай в накладку и со стервенением отрицает чертей. Вот каковы девица подзатылкина и господин Назарьев. На другой день после сговора утром девица подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую аннотацию. С какой-то стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в баржевом, в барежевом походить. Голова-то как болит, ужас. Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие. Подносит это мне что-то в рюмке. Выпей, говорит. Думала, что в рюмке видно вино. Ну и выпила. А в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил. Пьяная образина. Срамить только слюнявый умеет. Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь. Всякий подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь. Какая там любовь? Вовсе ты не по любви идешь за своего. А так, за чином его погналась. Что? Разве не правда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади. Что? И не думай. Через месяц же драться будете. И он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится. А в нем ничего нет хорошего. Сама испытала. Знаю. Поживешь, узнаешь. Не вертись так. У меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки. С ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак. Хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся. Не потакай ему. Вовсе и не очень-то уважай. Не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай. Боже, тебя сохрани. Муж ничего доброго не посоветует. Добру не научит. А все норовит в свою пользу. Ты это знай. Отца так же не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить. А то ты, пожалуй, чего доброго с дуру и ляпнешь. Он так и норовит с вас тянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням. А на что он вам сдался? Водки будет просить. Да мужнен табак курить. Он скверный и вредный человек. Хоть и отец тебе. Лицо-то у него негодника доброе. Ну а душа зато страсть какая ехидная. Занимать денег станет не давайте. Потому что он жулик. Хоть он и тю-тю-тюлярный советник. Вот он кричит. Тебя зовет. Ступай к нему. Да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет. Изверг рода христианского. Горой его положь. Ступай, Покедова. У меня сердце на месте. Враги вы мои. Умру. Так попомните слова мои мучители. Девица подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком. Дочь моя, сказал ей папаша, я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись. Брак это такой торжественный факт, что... Ну, да что там говорить. Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит. Я... Я плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия, больше ничего. Выслушай же, дочь моя, совет мой. Не забывай родителей своих. Муж для тебя не будет лучше родителей. Права не будет. Мужу нравится одна только твоя материальная красота. А нам ты вся нравишься. За что тебя будут любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет. Он будет любить тебя за преданное твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей. Ты это понять должна. Господин Назарьев, весьма хороший господин, но ты его не уважай, паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя. Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но шут с ней. Она тебе того посоветовать не может. Что советует тебе отец твой? Бытие твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещи не обожают. Я сам не любил своей тещи. Так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофе жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферанцы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь всего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай, и одного его только и слушай. Потом дочь моя. Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь, баллада. Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет. Не то. Совсем наоборот. Я ушибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то мальтус сочинил. Так-то. Кто-то подъехал. Бааа. Да это жених твой. С шиком, канашка. Шельмец этакой. Ай да мужчина. Настоящий Вольтер Скотт. Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь. Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала. Прошу садиться без церемоний. Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты. Как вы поживаете? Начал он с обычную развязностью. Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал. Да, о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-ай. Да это преступление мне один чиновник дал. Шикарно пишет. Я вам прочитать дам. Ах, когда бы вы могли понять. Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали. Позвольте вас чмокнуть. Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы под затылькиной. А где ваши? Продолжал он еще развязнее. Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметите, ваш папаша говорили мне, что они надворный советник, а оказывается теперь, что они всего только титулярный. Хм, разве так можно? Потомс, они обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать. Все делай, но самолюбие и само забвение моих не трогай. Это негуманно. Это нерационально. Я честный человек, а потому не люблю нечестных. У меня все можно. Но не хитри, не изви, а делай так, как совесть у человека. Так-то. А у них и лица какие-то невежественные. Что это за лица? Это не лица. Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальство и варварство не люблю. Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним. Мои родители у меня давно но уж не гугу. Что? Вы уж пили кофе? Нет. Ну так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл. Невеста вышла. Это перед свадьбой. А что будет после свадьбы? Я полагаю, известно не одним только пророком, да самнамбулом.